Всем привет! Это видео с раскладом на картах Ленарман покажет ключевые моменты вашего будущего. И напоминаю, что мои видео актуальны только в момент вашего просмотра. На дне у колоды карта Башня что-то чисто личного плана для вас откроется. И любой мой расклад, он не зависит от того, когда вы его нашли. То есть вы нашли его в определенный сезон, в определенное время, но это лишь время. Время вообще вашего просмотра — это на самом деле тогда, когда вам нужно услышать эту информацию, узнать. Поэтому не сомневайтесь, задавайте свои вопросы картам, и мы посмотрим вашу личную жизнь, всё о вас. Я буду задавать разные вопросы картам, и я интуитивно чувствую, какие вопросы хотят карты раскрыть. Видите, вот здесь такой оркестр, это оркестр ангелов ваших. Нет, всё не просто так, которые вам дают советы в этом раскладе. Здесь у нас вы, это может быть ваш внутренний ребёнок рядом с вами, или ваш ребёнок. Какие подарки судьбы какие будут, в общем, всё по делу, конечно. Ничего не бывает зря, всё по делу. Я начинаю. Я надеюсь, что я пока рассказывала, вы задали свои вопросы к моим картам. Так, первая карта. Вот эта карта. А вопрос такой. Были ли вы связаны с тем человеком, о котором вы сейчас думаете в предыдущих отношениях? Да, были. Это карта сердца. Были связаны, и поэтому человек этот может быть кармический, и не случайно вы встретились. Человек, о котором вы сейчас думаете, вам по судьбе. Это точно. Так, смотрим дальше. Следующие будут такие вопросы. Ну, это общий расклад, вы понимаете, да? То есть, не все вопросы могут резонировать, но смотрите всё видео, там поймёте. Что вас связывало в прошлых жизнях? Карта кольцо. Супружеские отношения или же семейные вас связывали. Представляете, да? Интересно, когда. Какая роль была в этих отношениях у вас? Карта луна. Волнение. Сложная. Сложная судьба была. В прошлых жизнях была сложная эмоциональная судьба. Волнение. Тайны какие-то. Непонятное. Непонятное что-то было. Чего вы достигли в прошлой жизни? Карта сад. Знаете, вы были готовы к этому воплощению, и в прошлых жизнях, может, это много было воплощений. Вы достигли того, что подготовили это воплощение, чтобы это воплощение было счастливее. Карта сад — это карта счастливая. Итак, кто вам помогал в прошлой жизни? О, женщина какая-то вам помогала. Может быть, мать, может быть, какая-то другая женщина. Женская сила. Материнская любовь. Это кураторы рода по материнской линии. Вам в прошлых жизнях очень помогали. Итак, вот эта карта. Вопрос будет такой. Какие задачи вы не закончили в прошлой жизни, и сейчас нужно решить. Это карта букет. Это задачи счастливой жизни. Просто в прошлой жизни вы не достигли этого. И поэтому в этом воплощении вы достигнете счастливой жизни. Итак, советы вам из прошлой жизни в эту жизнь. Какой совет. Ух, медведь. Не отчаиваться, знать, что вы будете очень богатой. Потому что это карта богатства, прибыли, добычи. Всего самого лучшего. Это очень хорошая карта, медведь. Поэтому не отчаивайтесь. Задачи в этой жизни у вас достичь комфорта, уюта, достатка. В общем, быть таким медведем, успешным человеком. Человеком быть успешным. Итак, смотрим дальше. Это послание из прошлых жизней. Мы смотрим, да? Итак, ваша нынешняя жизнь. Какая характеристика? Чего вам не видно? Тяжелая пока. Тяжелая жизнь. И поэтому я делаю расклад, чтобы жизнь стала легче. Ну, видите, видите, отражает вашу реальность. У вас тяжелая жизнь нынешняя. Очень тяжелая. Очень тяжелая. Итак, вопрос. Что вам помогает из прошлой жизни? Или поможет, да? Мужчина. Какой-то мужчина вам поможет из прошлой жизни. Он пришел в вашу жизнь не зря. И вы знаете кто это. Или же пока не знаете. Но вот-вот войдет в вашу жизнь и поможет вам. Он, как медведь, будет очень много успеха давать вам. Кто помешает из прошлой жизни? Две карты еще-то вышли. Какая-то женщина, разговоры с ней о завистью. Какая-то женщина с ее завистью может помешать. Будьте аккуратны. Вы знаете, о ком речь идет, да? Вот такие дела, да? Итак, следующая карта. Какие у вас способности? Вы знаете, мужские. Логический ум. Такой математический ум. Вы умный человек. Умственные способности у вас. Очень высокие. Умственные способности. Какие возможности вам откроет судьба? Ой, собака. Это, конечно, счастливая жизнь. Это благородство друзей. Это преданность. Это доброта. Большие возможности жить в достатке и в доверии. Это карта доверия. Жить в доверии. У вас будет много, знаете, того, чему можно доверять. То есть работа, которой можно доверять. Финансам, которой можно доверять. Люди, которым можно доверять. Есть ли у вас какие-то негативные привязки из прошлых жизней? Карта рыбы хорошая карта. В принципе, этот расклад, он же исцеляет от негатива. Так что любые привязки, которые могли быть, они уходят. Рыба – это хорошая карта. У вас будет все хорошо. Мощный расклад. Да. Смотрите, как все открывается, да? Ну, это карты колдовские. Это карты келтик. Видите, они колдовские. Они чистят от негатива. Я специальные беру. Окей, какие же страхи из прошлых жизней нужно исцелять? Страхи. Да, это и есть карта страхов. Карта гроб, да? Видите, как темно, там не видно гробницы. Страхи. Вы боитесь. Вы очень многого чего боитесь. Но это страхи архетипичные. Это страхи вообще-таки, знаете, связанные. Видите, здесь у нас новая луна. Новое что-то боитесь начинать. Потому что боитесь не получится. Это страхи бедности. Такие страхи нужно исцелять. И страхи неуверенности в себе, да? Страхи двигаться вперёд. Эти страхи нужно исцелять. Какие переживания нужно исцелять? Переживания. Ну, переживания, что не придёт, не напишет, не даст о себе знать, что нельзя двигаться вперёд. Вот вы боитесь двигаться вперёд. Это нужно исцелять. Если у вас кармический долг, это выражение, кармический долг, я считаю, что это выражение, оно глубже, чем вы думаете. Здесь карта крысы. Это потери. Это потери финансовые или же другого порядка потери. Это порча с глаз, проклятие даже. Вот кармический долг, да? Ну, крысы. Крысы — это наговоры, это такая красивая возня, это паскудные люди, такие паскудные люди. Это кармический долг такой. Ну, есть, есть кармические долги, да, есть. И как они проявляются в нынешней жизни? Ну, видите, обман. Такое мутное. Мутные друзья такие, манипуляторы. Они проявляются как манипуляторы. Вот эти крысы, которые в прошлой жизни были крысы, а теперь проявляются как манипуляторы. Понимаете? Вот в чём дело. Что делать? Что вам делать? А, клевер. Вообще всё будет хорошо. Просто делайте, что делаете. Знаете как? Делаю, что делаю, большего не требую. Ключ-замок, колдунам входа нет. Делайте, что делаете, всё будет хорошо. Вообще ни о чём плохом не думайте. Это карта клевер, это хорошая карта. Нужно верить в удачу. Нужна вера, нужно верить в лучшее. Вот что нужно делать. И делайте то, что делаете. Всё будет хорошо. Как вы должны себя вести? По-новому. Это карта ребёнок. По-новому себя ведите. Не бойтесь ничего нового. Ничего не нужно бояться. Ищите что-то новое в вашей жизни, ходите новыми дорожками, что-то новое изучаете, получаете новую информацию, ведите себя по-новому. Новое платье надеваете, новую еду какую-то употребляете. Новые мысли. Всё новое. Как отработать то, что тащится из прошлого в будущее? Как это отработать вам? А солнце? А что отрабатывать? Оно уже отработано. Солнце — это карта Архангела Михаила, это карта от защиты и отжига от негатива. Так что этот расклад всё-то сделал. Понимаете? Как отработать то, что тащится в будущее? Солнце — это успех, удача, это финансовый успех, это счастливая, обеспеченная жизнь. Это радости, вдохновение, радости. Всё само собой будет получаться, потому что этот расклад вас уже защищает от негатива и вносит солнце в вашу жизнь. Вам нечего бояться и нечего даже думать о плохом, потому что солнце сразу вышла карта на ответ. Как отработать негатив? Он уже отработан. Он уже отработан. Солнце — самая лучшая карта. Не сомневайтесь в этом. Ни на минуту не сомневайтесь. Вот такой замечательный расклад, мои дорогие. Это не просто расклад, это тоже целительный процесс. Это магия целительная. Я белый маг, я церковную магию только делаю. И вы сами это видели. Это прекрасный расклад и исцеление одновременно. Сейчас вы даже себя почувствовали лучше, я уверена в этом. Так что повторяюсь, расклад актуален тогда, когда его нашли. И это исцеление актуально тогда, когда вы его нашли. Ну а я вам желаю счастья. Смотрите мои расклады всегда, когда хочется, потому что это полезно. Это медитация, это анализ вашей ситуации, это приятное времяпровождение. Обязательно смотрите всегда, когда хочется. Получайте пользу, отдыхайте, и у вас всё будет нормально. И мы ещё с вами не раз увидимся. Желаю всем счастья.